добрый день с вами империя пикчер и сегодня покажу вам как рисовать бегемота карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами рисовать будем в нашем классном скетчбуке от империи пикчер в наборе нас есть не промокайка для маркеров но сегодня мы ее использовать не будем потому что рисуем карандашом возьмем карандашик мягкости hb или b они идеально подходят для набросков и намечаем силуэт бегемота формате листа следи за следим за тем чтобы по бокам было расстояние примерно одинаковое и начинаем схематически намечать фигуру бегемота можно тело наметить виде овала и голову она немножко такой более квадратным будет формы затем намечаем ноги которые будут широкие довольно передняя ножка будет перекрывать дальнюю если мы говорим о передней паре ног прорисуем такой округленький животик проводим соединительную линию и дальние ножки у нас будут покороче что обеспечит такой разворот бегемота немножечко от нас и получится что дальняя часть бегемота от нас удалена в большей мере чем передняя прорисовываем лапы и на той стороне дальняя ножка у нас будет так вот немножечко подогнута под углом убираем соединительные линии начинаем отрисовывать голову наметели такой прямоугольник нижнюю часть его можно сделать пошире затем проходить проводим линию спины она будет такой более округлой с выемкой вместе где у нас идет переход от головы к телу получается шейная часть и вот место где лопаточка находится если мы проследим движение лапки передней она как раз будет туда и идти только мы не прорисовываем ее до конца намечаем снизу ротик такой вот линии немножечко выгибаем его вовнутрь намечаем также носик тоже у нас такие края будут приподнятые затем намечаем нижнюю челюсть она будет широкой и тоже будет такой изгиб во внутрь идти по краям будут свисать такие вот участки кожи с левой и с правой стороны тоже их наметим они часть часть образа бегемота также мы наметим ноздри в носике и начинаем прорисовывать на него верхнюю часть у нас будут округлые глазки по бокам располагаться с правой стороны тоже кожу добавила и провожу правую часть челюсти и до наверх прорисовываем глазки они находятся по бокам соединяются так вот между собой немножко идут навстречу друг другу верхнюю часть головы намечаем и уши ушки у бегемотика будут округлые и небольшие соединили с носовой частью и вот так вот от глазок можно провести линии к носу второе ушко прорисовываем на противоположной стороне и лопатки и немножко приподнимаю так у нас более высокая линия получается и плавно потом она переходим в спинку продолжаем намечать лапы придаем им более точную плавную форму прорисовываем пальчики на ногах будут они у нас такие тоже широкие внизу располагаются животик делаем его пухленьким изгибчик добавляем такой более островатый где-то посередине ножки задние в принципе готовым это можем заметить только пальчики и на вторую лапки хвостика у нас в данном случае будет не видно поэтому прорисовывать не будем вот у нас такой рисунок бегемота получился можно еще вот ротик прорисовать и начинаем штриховать тем же карандашком b или hb до среднего серого тона всего бегемота при этом штрих у нас разделе аккуратный немножко по диагонали наклонен также штриховать мы можем по форме а пока вы штрихуете вам напомню что нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней заходите обучайтесь вместе с нами затем я буду использовать карандашик немножко помягче возьму карандашик мягкости 2b и начну создавать светотень начну из теней и с дальней ножки начинаю и заштриховывать она так находится на дальнем плане будет гораздо темнее также мы здесь грудку тоже выделяем подштриховав ее чуть темнее делаем плавный переходим доходим до конца и доштриховываем лапку до самого края к пальчикам затем перехожу на переднюю лапу и начинаю ее затемнять в целом бегемотик у нас потемнее поэтому мы сейчас можем усиливать общий тон его а первый слой штриха оставляем как такую подложечку по правой стороне лапку я начинаю заштриховывать потемнее и плавно перехожу уже к голове возле головы тоже будет тон более темный затем легонечко я уже перескакиваю на тело все очень аккуратно и плавно идет далее под штриховую лапку внизу и прорисовываю пальчики тоже тонально затемняю их по правой стороне и логически можно предположить что свет у нас будет проходить слева этой логике мы будем придерживаться на протяжении всей тональной работы начинаем заштриховывать животик в целом затемняем тон бегемотика в местах где у нас касается лапка там будет потемнее мы затемняем делаем плавный переход к нижней части живота и вот здесь вот кусочек тоже будет более темный штрих по направлению мы поворачиваем в разные стороны стараясь это направление сделать разнообразным но не слишком крутым то есть теперь перекрестным штрихом штриховать не нужно вы слегка каждый раз немного изменяете направление штриха а потом возвращаетесь к первоначальному и так далее так далее переходим к верхней части спины и про штриховываем тон более темный вокруг головы сверху тоже сбоку получается там мы обозначаем какие-то складки наши тоже уже тональному можем передать больше детали чем линейно переходим верхнюю часть спины начинаем ее тоже про штриховывать тут я уже использую наклон штриха по форме бегемота и повторяю линию его спины а вот здесь вот штриху таким уже более вертикальным штрихом тоже по форме у нас так будет идти сверху я немножко закругляю штрих тонально там усиливают он посильнее делаю потемнее его прихожу в заднюю лапу начинаю тоже у нее создавать объем затем опять делаю животик тон стараюсь делать равномерный без всяких там светлых или темных пятен а заднюю лапку мы тоже как и переднюю затемняем она у нас позади находится будет темнее также прорабатываем пальчики которые будут еще темнее пространство вокруг бегемотика можно периодически подчищать и затем вторую лапку и затем вторую лапку тут вот я проштриховываю с левой стороны ее немножко и затем с правой стороны еще темнее пространство вокруг бегемотика можно периодически подчищать так как она может затираться от карандаша и от наших рук особенно когда мы рисуем на горизонтальной поверхности вот теперь переходим к самому интересному сложному это мордочка заштриховываем края с левой стороны затем переходим в ротик его делаем темнее тут не сложно затем нос начинаем его затемнять таким аккуратненьким штришочком усиливаем тон затем немного изменяя направление стриха проходимся еще одним слоем в целом этот носик будет довольно темным делаем темные черные ноздри и пространство вокруг них затемняем тоже у нас такая получилась обводка вокруг ноздрей затем мы плавно тонально растягиваем это пятно к краям здесь вот под лицом тоже затемним чтобы выделить кожные складки по бокам мы их делаем чуть темнее и нижнюю челюсть тоже оставляя свет чуть выше получается вместе где соприкасается нижняя челюсть и нос здесь вот крашки тоже затемняем усиливаем прорабатываем глазик который будет темненький оставляем там тоже небольшое пространство света и тени соединяем нос и глаза тонально так вот прорабатываем носик сверху будет посветлее вот в области лба и перехода от глаз к носу вот боковые части будут более темные и глазки тоже и в области глаз штрихуем лобную часть уши ушки будут на сверху левое ушко чуть темнее снизу оставляем свет заштриховываем складочки под глазами над глазами тоже тени будут и у здесь вот снизу уже ушка заштриховываем делаем его потемнее оставляя свет по верху с левой стороны тут посередине нас будет проходить участок света бегемотика и вот так вот мы соединяем правую часть носа тонально объединяя ее стене он на все-таки будет тень по правой стороне ластиком можно проявить складочки и затем их немножко подштриховать чтобы они не выпирали вперед плавный переход тональный тоже носикой сделали почистили пространство вокруг листа и вот такой бегемот карандашом у нас с вами получился присылайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим опубликуем у нас на странице ссылку на инстаграм вы можете найти в описании к этому видео краешки носика можно сделать потемнее и напомню что рисовали мы в нашем классном скетчбуке империя печер посмотрите какая классная у него обложка у нас много разных обложек зайдите на вал перри с магазин империя печер и посмотрите их там же вы можете их приобрести ссылочка в описании к видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч